всем привет меня зовут александра краснобаева в этом видео уроке я хочу вам показать как вязать полукруглый вырез вместе со скосом плеча скос плеча очень многих смущает многие не знают как его вязать на его покажу самый простой способ давайте скорее начинать ну что предлагаю вам связать вот такой скос плеча это малюсенький образец но на нем очень хорошо видно как выглядит круглый вырез и скошенные части плечиков сейчас я вам объясню как это вязать одновременно и как не запутаться и в принципе для меня это самый удобный способ вязания укороченными поворотными рядами без дырочек и без ступенек давайте начнем вязать но для начала посмотрим описание вязанием такого выреза и скоса плеча смотрите вот так допустим выглядит наша спинка или перед наше изделие 6 петель я отвела на плечи по одной петельке справа и слева на кромочные 18 петель наш вырез 9 с одной стороны нужно убавить 9 с другой и 10 рядов глубина моего выреза всего 32 петельки у меня на спицах вот здесь под в такой схемке я обозначила наши убавки и прибавки это половинка нашего выреза и одно плечико значит петли выреза я распределила от большего к меньшему таким образом и также распределила петли плеча на три равные части по две петельки как сделать расчеты на такой круглый вырез и на скос плеча у меня есть отдельный видео урок и ссылку на этот видео урок я оставлю под видео в описании посмотрите обязательно я уже сейчас останавливаться на этом не буду и также ниже я нарисовала как будет выглядеть по клеточкам половинка выреза плюс скос плеча сейчас мы это с вами будем вместе вязать начнем и вырез связать и скос плеча потом одновременно смотрите что здесь важно понимать что у нас скос плеча состоит из трех частей здесь у меня только пять делений вырезом 3 деления скоса плеча хотя на самом деле вырез у нас 10 рядов и скос плеча 6 рядов здесь я сделала отметки только в лицевых рядах вам покажу как правильно это понимаете как это вязать и так как наш вырез состоит из шести рядов то 6 рядов отсчитывая сверху выреза заканчивается вот здесь то есть я ставлю отметочку обязательно где будет начинаться вязание моего скоса плеча то есть сначала первые две убавки у выреза я сделаю без скоса а затем уже начну вывязывать и скос плеча и вырез одновременно ну что давайте начнем допустим у вас провязана спинка или перед я здесь провязала несколько рядочков и вам дальше нужно формировать ваш вырез и скос плеча давайте начнем у меня здесь в самом начале у выреза я должна убавить 4 петельки по центру с одной стороны то есть 4 с одной стороны 4 с другой и сейчас я должна буду провязать все 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 петельки остановиться в этом месте и закрыть сразу 8 петель то есть 4 с одной и 4 с другой стороны выреза как мне нужно это посчитать я вижу кромочную 6 петель своего плеча дальше 3 петельки убавки 2 петельки убавки и останавливаюсь и по идее как раз следующие четыре будут центральными в моем вырезе смотрите я снимаю кромочную провязываю 6 петель своего плеча раз два три 4 5 6 затем мне нужно убавить три раза по одной петельки вот я провязываю три раза по одной потом мне нужно убавить две петельки и по идее как раз следующие 4 это мои центральные всего в центре у меня 8 петель как мне посчитать в правильном ли месте я остановилась я считаю петли на правой спице 2 4 6 8 10 12 отсчитываю 12 петель на левой спице с другой стороны 2 4 6 8 10 12 и по идее здесь по центру у меня должно остаться 8 2 4 6 8 да все верно значит я связала правильно и теперь центральные 8 я буду закрывать как я это делаю я провязываю лицевые петельки и протягиваю сквозь предыдущую петлю свою следующую провязываю лицевую и протягиваю сквозь предыдущую это 2 убавки дальше 3 убавки 4 5 6 7 так 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 и последние 8 вы можете вязать скос плеча с абсолютно любым вырезом не обязательно убавлять закрывать петельки именно так не обязательно это будет круглый вырез вы можете вязать скос плеча и своеобразным и делать петли открытыми вырезе провязав их поворотными укороченными рядами кстати как это сделать есть тоже отдельный видео урок я тоже оставлю на него ссылку в описании давайте проверим убавила ли я 8 петель 1 2 3 4 5 6 7 8 до ровно 8 отлично значит я убавила все закрыла все центральные петельки и вяжу теперь эту сторону до конца ряда я сначала провяжу левую сторону плеча вернее левое плечо или левую сторону выреза а затем эту сторону значит свой первый лицевой ряд я провязала в конце кромочная дальше разворачиваю вязание вижу изнаночный ряд но не довязываю до конца несколько петелек останавливаюсь потому что чтобы не было ступеньки в конце изнаночного ряда я сделаю одну убавку а в начале следующего лицевого я убавлю оставшиеся петельки вот я остановилась беру свое описание связала этот ряд следующий ряд у меня будет этот и мне нужно в нем убавить 2 петельки значит я убавлю сейчас в изнаночном ряду одну а в следующем лицевом убавлю вторую тогда у меня будет вот такой вот плавный переход в два этапа убавки не дают ступенек и не дают дырочек давайте я покажу как это делать я довязываю все петельки кроме последней последнюю петлю я не трогаю нить размещаю перед вязанием вот так на изнаночной стороне дальше с правой спицей на левую переснимаю петельку подтягиваю ниточку придерживаю пальчиком и протягиваю ее сквозь последнюю петлю вот так таким образом я сделала убавку очень аккуратно и без дырочки разворачиваю вязание вижу дальше свой лицевой ряд здесь мне нужно будет убавить одну петельку потому что одну я уже убавила я буду вязать 2 вместе с наклоном влево потому что у меня здесь убавки идут влево и для того чтобы у меня не получилось скрещенная петля я следующую рабочую разверну вот так тогда я провяжу 2 вместе бабушкиным способом с наклоном влево и у меня не будет скрещенные петельки и видите здесь тоже нет ни ступенек не дырочек за счет того что мы сделали убавки в два этапа следующие убавки мы тоже будем делать так провязываю все петельки до конца лицевыми в конце кромочная и в изнаночном ряду вижу все изнаночные но не довязываю до конца снова останавливаюсь и смотрю какая убавка у меня будет следующем лицевом ряду чтобы одну петельку заранее убавить в изнаночном чтоб не было ступеньки останавливаюсь смотрю так в следующем ряду мне нужно будет убавить одну петлю значит мы сейчас убавим 1 в конце изнаночного ряда а в начале лицевого убавлять уже ничего не будем и у нас в следующем лицевом ряду уже начнется вывязывание скоса плеча поэтому тут я тоже поставлю точечку смотрите как это делается значит здесь в конце я убавляю одну петельку провязываю все кроме последние переснимаю с правой спицы на левую подтягиваю ниточку придерживаю пальчиком и вот так вот протягиваю сквозь предыдущую петлю возвращаю назад на правую спицу готова все одну нужную петлю я убавила больше убавлять мне здесь ничего не нужно я снимаю ее и вижу все петельки но я помню что у меня здесь начинается вывязывание скоса плеча скос плеча у меня состоит из двух петелек то есть три раза по 2 и значит я не буду довязывать здесь кромочную и 2 свои рабочие петельки вот так смотрите две рабочие я не довязываю разворачиваю свое вязание делаю вот такой накид накид мы делаем для того чтобы потом его провязать 2 вместе с соседней петлей чтобы здесь не было дырочки скосе плеча и вяжу все свои изнаночные петельки но опять таки у меня дальше формируется вырез поэтому я не провязываю до конца посмотрю что за убавки у меня в вырезе очень важно не путать где скос плеча у нас выше где ниже у кромочных скос плеча всегда ниже а его верхняя точка приходится ближе к нашему вырезу то есть я буду не довязывать всегда ближе к кромочным петлям и так смотрите вот мой следующий будет рядок мне снова нужно убавить одну скос плеча продолжаю вязать снова две петельки не довяжу и давайте эту одну убавлю в конце изнаночного ряда и в следующем лицевом убавлять ничего не буду снова провязываю все петельки кроме кромочной возвращаю с правой спицы на левую размещаю ниточку на изнанке придерживаю и протягиваю сквозь предыдущую петлю готова вот мы сделали еще одну убавку разворачиваю как видите вырез полукруглый красивые у меня кстати есть отдельный видео урок как вязать такой красивый полукруглый вырез без скоса плеча чтобы сосредоточиться именно на вязании выреза тоже давайте ссылку оставлю под видео в описании здесь петельку снимаю и снова не довязываю две петельки своего плеча как это определить здесь есть вот такая дырочка отверстие это граница как раз нашего поворота когда мы сделали разворот вот эта петелька она у нас выглядит как будто тут случайная какая-то это как раз тот самый накид который мы сделали для того чтобы потом провязать его 2 вместе с этой петелькой не было дырочки и следующие две петельки мои рабочие вот их я не довязываю накиды мы не считаем все а я не довязываю разворачиваю вязание обязательно делаю накид при развороте при вязании поворотными укороченными рядами скоса плеча мы всегда делаем накид и вяжу дальше изнаночные петельки но снова не довязываю до конца потому что у меня продолжаются убавки в вырезе смотрю вырезе мне нужно сделать последнюю одну убавку значит я сейчас в конце изнаночного ряда провяжу 2 вместе и последние две петельки у меня с как раз мой скос плеча вот смотрите тут я в конце убавляю это для выреза мне нужно потому что мы вяжем скос плеча и вырез одновременно так убавляю как я вам показывала переснимаю назад готово и вот видите две петельки у нас как раз и остались на спицах дальше идет накид вот как раз три части нашего скоса плеча 2 петельки 2 петельки и 2 петельки ровно три блока так как у нас и по описанию следующий ряд будет у меня лицевой и изнаночной последние но здесь очень важно провязать теперь 2 вместе накид соседней петлей накид соседней петлей вот в этой левой части я провязываю с левой петелькой вот моя левая петля вот накид провязываю 2 вместе лицевой классическим способом так чтобы моя рабочая петелька находилась поверх накида вот видите накида не видно дальше провязываю следующую лицевую и снова провязываю 2 вместе с накидом вот еще раз смотрите накида не видно хотя у нас тут укороченные ряды дальше лицевая и кромочная в изнаночном ряду давайте посчитаем петельки у меня должно быть 1 кромочная и 6 петель плеча 1 2 3 4 5 6 правильно значит мы сделали все верно разворачиваю вязание и в следующем лицевом ряду петельки уже я закрываю видите даже спица ложится наискосок потому что у нас оформился скос плеча значит здесь петельку снимаю провязываю лицевую и протягиваю сквозь предыдущую так я закрываю петельки плеча не затягиваем стараемся связать все максимально рыхло чтобы у нас не было стянуто потом плечо и плечевой шов так готова здесь я ниточку закрепляю вот так и мы можем оценить результат вот смотрите что у нас получилось аккуратный полукруглый вырез и мы связали наш скос плеча у нас плечо немножко скошенная и нет никаких дырочек не видно что мы делали повороты не видно накидов накиды все остались на изнаночной стороне где где вы делали накиды будут небольшие протяжки это нормально вот одна протяжка вот 2 не обращайте на это внимание главное что с лицевой стороны выглядит все аккуратно теперь мы тоже самое сделаем с этой стороны так как мы уже провязали наш лицевой ряд будет следующий ряд у нас связаться тут изнаночный поэтому сразу разворачиваю на изнаночную сторону здесь мне нужно будет взять новую ниточку обязательно никак по-другому не получится эту новую ниточку вы потом спрячете в обработку вашей горловины ничего страшного и теперь есть определенный нюанс за счет того что сейчас нам уже нужно будет вязать изнаночный ряд а убавки в этой стороне мы можем делать крупные только в начале изнаночного ряда потому что если мы сделаем в конце лицевого у нас ниточка останется здесь нам нужно будет ее отрезать и добавлять постоянно новую то есть мы крупные убавки 2 петельки 3 4 5 делаем только в начале ряда неважно это лицевой или изнаночной вот здесь мы в начале ряда убавляли а одну петельку мы можем убавить в конце ряда поэтому здесь в изнаночном ряду мы сразу убавим крупные петельки 2 петельки в следующем ряду мы будем убавлять здесь вот смотрите по описанию я сейчас вижу вот этот ряд 4 петельки я уже убавила как раз это было когда я провязывала сразу все петельки и закрывала тут по центру а в следующем ряду мне нужно будет убавить 2 и я фактически провязываю сейчас этот ряд но смотрю на верхний и смотрю какие убавки будут происходить верхнем за счет этого у нас половинка вот это вырезан она будет быстрее опережать на один ряд убавки с левой стороны это нормально ничего страшного в этом нет не переживайте количество рядов будет одинаковым 10 здесь 10 здесь но убавки быстрее будут происходить справа и это делается для того чтобы не было ступеньки если мы сейчас это проигнорируем просто провяжем прямо дальше то у нас как раз в этом переходе получится некрасивая ступенька нам нужен полукруглый вырез поэтому мы будем убавлять сейчас две петельки в начале ряда так смотрите я беру новую ниточку просто прикладываем и провязываю два раза 2 вместе изнаночной петлей так как это изнаночный ряд мне нужно с лицевой стороны сохранить красивую косичку то я в изнаночном ряду убавки делаю изнаночными вот два раза провязала изнаночными петельками подтягиваю ниточку и вяжу дальше до конца ряда все свои изнаночные так в конце у меня кромочная неважно как вы провязываете кромочные главное чтобы у вас была аккуратная косичка на мой способ вывязывания особо не смотрите потому что часто бывают вопросы мне так удобно вот у меня уже видите сформировались убавки здесь нет ступеньки если бы мы не убавили 2 то тут была вот такая ступенька некрасивая так вяжем следующий ряд значит мой следующий ряд будет вот этот я его беру в кружочек а убавку я уже смотрю какая будет следующем ряду мне нужно убавить одну петлю значит в конце лицевого ряда я сейчас убавлю эту одну а в начале изнаночного убавлять ничего не буду все то же самое что я делала с этой стороны только теперь мы в конце лицевых рядов будем убавлять по одной петле так значит я снимаю кромочную вижу все петельки лицевыми и в конце убавляю одну я провязываю все петельки кроме кромочной вот так кроме последней переснимаю с правой спицы на левую петлю нет здесь у нас за работой то есть на изнаночной стороне и протягиваю сквозь последнюю петлю вот так возвращаю петельку назад мы сделали одну убавку у нас нет дырочки не ступеньки разворачиваю вязание и вижу изнаночный ряд так как мне нужно было убавить одну петлю я это сделала то в начале изнаночного ряда я уже убавлять ничего не буду просто провязываю все петельки до конца готова в конце кромочная дальше я беру свое описание и смотрю у меня уже начинается вывязывание скоса плеча то есть я буду вязать этот ряд и этот и следующем ряду снова одна убавка значит я сейчас сделаю одну убавку в лицевом ряду в конце и обязательно не вяжу 2 петельки которые у меня ближе к кромочным петлям то есть вот этой части смотрите что я делаю так как кромочные у меня здесь то я пока лицевой ряд провязываю как есть в конце лицевого ряда делаю обязательно убавку потому что у меня формируется еще вырез так протягиваю возвращаю назад петельку отлично готова а вот уже в изнаночном ряду я не довяжу две петельки которые у меня возле кромочных как делать расчеты на скос плеча у меня тоже есть отдельный видео урок я там даже схематично рисую как это правильно вязать поэтому тоже обязательно посмотрите ссылку оставила под видео в описании здесь я не довязываю кромочную и две рабочие кромочные у нас не входят петли плеча поэтому считаем только две рабочие петельки всего разворачиваю вязание дальше делаю такой же накид как я делала с той стороны и буду вязать свой следующий ряд и так вот мой следующий ряд значит я буду убавлять снова одну петельку в конце и две петельки в изнаночном ряду в скосе плеча я не довяжу одновременно это все вяжем обязательно следим и за вырезом и за скосом плеча делаю накид в конце лицевого ряда я делаю убавку вот так как обычно готова опять нет дырочек и ступенек разворачиваю вязание и теперь снова не довязываю две петельки как это найти вот смотрите у меня здесь дырочка мой накид накид мы не считаем и вот эти две петельки я не довязываю разворачиваю свое вязание и отмечаю следующий рядок у меня уже последний ряд в последнем ряду я уже никакие убавки не делаю потому что эту убавку я сделала в предыдущем ряду и последние две петельки я не довязываю здесь все очень просто я снова делаю накид провязываю одну петельку вторую вот все как раз я закончила вязать скос плеча смотрите у меня как раз плечо поделилась на три равные части по 2 петельки 2 рабочий накид 2 рабочий накид и 2 рабочие кромочная в следующем изнаночном ряду я провязываю эти все петельки изнаночными но обязательно накиды провязываю 2 вместе с соседней петлей смотрите здесь у меня провязана изнаночная дальше где вот эта дырочка я должна провязать 2 вместе с соседней петлей чтоб дырочка исчезла если я сейчас провяжу 2 вместе изнаночной то мой накид будет лежать поверх рабочей петли это будет не очень красиво поэтому их нужно поменять местами я подхватываю сзади изнаночную рабочую снимаю обе петельки со спицы накид возвращаю на левую спицу и с правой на левую спицу возвращаю свою рабочую петлю теперь провязываю их 2 вместе изнаночной и таким образом с лицевой стороны моя лицевая петелька находится поверх накида если бы мы не поменяли местами эти петли то у нас там честно говоря было бы не очень симпатично дальше просто изнаночная и теперь где дырочка и соседний накид я их провязываю 2 вместе снова меняя петельки местами вот так и провязываю 2 вместе изнаночной дальше последняя изнаночная и кромочная вот я провязала пару лицевой плюс изнаночный ряд разворачиваю вот так выглядит скос плеча с этой стороны видите никаких дырочек никаких накидов все шикарно и последний ряд я закрываю петельки провязываю просто лицевыми и вот так вот протягиваю сквозь предыдущую петлю стараюсь сильно не затягивать чтобы у меня не был стянут плечевой шов потом готова петельки закрыла и давайте теперь оценим результат здесь я постараюсь вот так вот ниточку закрепить давайте посмотрим на результат что у нас получилось вот такой вырез получился четкий полукруглый и скосы плеча справа и слева здесь видно как выше к вырезу плечика расположена и здесь выше к вырезу расположена плечика в моем маленьком образце это видно лучше за счет того что петельки здесь более тоненькие и он более аккуратно смотрится но я вам показывала на более толстых спицах и пряжи чтобы вам было лучше видно вот так еще раз повторюсь что видео уроки по расчетам этих скосов и такого выреза есть на моем канале ну вот наконец-то вы научились вязать скос плеча если вам понравился мой метод обязательно нажимайте мне нравится пишите комментарии под видео ну и конечно же посмотрите видео урок отдельный по расчетам для скоса плеча ссылку я оставила под видео в описании если вам все это понравилось нажимайте мне нравится делитесь этим видео со своими друзьями и подписывайтесь на мой канал спасибо вам и всем пока